Ценители редкости или алчные браконьеры в незаконной вырубке уникальной карельской березы на территории Бегомольского лесхоза подозревается местный житель и двое его родственников. Под покровом ночи дровосеки грузили древесину в микроавтобус, когда их застали защитники флоры и фауны и милиция. В тот же день госинспекторы обнаружили еще три места незаконной вырубки. Во всех случаях задержанные отказываются признавать свою вину. Татьяна Кашпур разбиралась, кому придется платить по счетам. Корейская береза это даже не вид, а определенная форма дерева. Она настолько редкая, что продается не в кубометрах, а в килограммах. Вырубать такое дерево можно только в исключительных случаях и с разрешения Национальной Академии Наук. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах возникновения красивой мраморной древесины таких берез. Существует версия, что это связано с нарушением минерального питания, вирусной инфекцией или наследственным заболеванием. Но именно из-за такого изъяна многие готовы рисковать. Накануне в Бегомельском лесхозе защитники флоры и фауны под покровом ночи застали троих человек, грузивших древесину уникальной породы в микроавтобус. В ходе дополнительных мероприятий межрайонной инспекции уже на других участках лесного фонда было также выявлено ряд локальных участков, где бы было незаконно добыто от куба до двух также карельской березы. Во всех случаях задержанные свою вину отрицают, но факты говорят обратное. Карельская береза растет небольшими группами до 10 деревьев, а значит нарушители предварительно разведали местность. Есть и другие улики, которые будут исследованы во время проверки. В течение 2012 года единично выявлялись такие случаи, связанные с березой карельской. По эпизодам 2012 и 2013 годов суммарный вред с учетом стоимости незаконно добытой древесины составляет более 170 миллионов рублей. Экспертизы покажут, кто виноват и кому придется платить по счетам за вырубленные 5 кубометров древесины. Нанесенный природе вред только по этим четырем случаям оценивается почти в 70 миллионов рублей. Нарушителям придется заплатить и за незаконную вырубку. Максимальная сумма штрафа – 2 миллиона рублей. Татьяна Кашпур и Николай Лешкевич, Зона Х.